Добрый день, уважаемые коллеги. Мы решили подготовить для вас сеть небольших вебинаров, семинаров, о которых мы поговорим о защите растений. Начнем, как всегда, с нашего любимого картофеля. Но прежде чем говорить о защите, нам надо понять, от чего мы, собственно говоря, защищаемся. С чего начинается любая защита, будь то растение, будь то человек. Конечно, вы угадали, с диагностики. Правильный выбор стратегии борьбы определяется той целью, на которую мы пытаемся воздействовать. Будь то патоген, будь то вредитель, или будь то болезнь. Поэтому правильный подбор средств защиты начинается с того, чтобы уточнить, с кем мы, собственно говоря, боремся. Ну вот, смотрите, есть такая чудесная болезнь антракноз. Я думаю, что в последнее время вы достаточно много про нее слышали, потому что на картофеле вредоносность у нее достаточно высокая. Но определить, как выглядит эта болезнь, в поле, к сожалению, далеко не все могут. Симптомы типичные для антракноза. И вот тут мы задаемся вопросом, а у нас одна эта болезнь или разная? Оказывается, нет. Посмотрите, насколько похожи симптомы, но тем не менее, это две разные болезни. Поэтому для того, чтобы подобрать тактику борьбы с болезнью, мы должны знать об их биологии, знать об их возможностях, и знать о том, что они из себя представляют, и, соответственно, уже подбирать меры борьбы. Давайте поговорим, что же представляют из себя эти болезни, и как, собственно, исходя из физиологии, из их циклов развития, нам подобрать те или иные меры борьбы для того, чтобы наша защита была максимально эффективной. Ну, для начала головная боль всех картофелеводов. Та болезнь, которая и в 20-м году, и в более ранние годы доставляет немало неприятностей на полях картофеля и впоследствии, к сожалению, в хранилище. Черная ножка картофеля. Вызывается она целым спектром различных бактерий, которые меняли в течение, скажем, своей жизнедеятельности свои названия, то есть немножко менялся их класс и так далее, но вредоносность, к сожалению, только возрастает. Это бактерии рода Пиктобактериум, различные виды дикие, которые сейчас встречаются, конечно, гораздо реже, Пиктобактериум встречается чаще. Ну, типичное проявление вы видите на этой фотографии, маленькое увядшее растение, но, к сожалению, этим все не ограничивается. Ну и вторая бактериальная болезнь, которая тоже знакома всем картофелеводам, это кольцевая гниль картофеля. В течение вегетации мы не так часто видим ее проявление, как у черной ножки картофеля, но, тем не менее, вредоносность очень высока, потому что в годы с сильным развитием этой болезни потери урожая достигают, в общем-то, колоссальных значений. В Европе с этой болезнью удалось побороться. У нас сейчас по ГОСТу введены более строгие требования к качеству семенного картофеля именно для снижения количества этих бактериозов в урожае, в семенном материале и ограничения их распространения по территории России. То есть вот две основные болезни, которые представляют основную опасность из бактериальных патогенов, присутствующих на полях России. Чем же, собственно говоря, похоже и отличаются друг от друга различные бактерии? Ну, во-первых, бактерии – это все-таки одноклеточные организмы, поэтому для их развития обязательно присутствие капельно-жидкой влаги. Повышенная влажность воздуха – это то, что у нас определяет распространение бактерий, в том числе и в период вегетации. Во-вторых, бактерии очень любят тепло, выживают в теплом климате, поэтому температуры не ниже 20 градусов Цельсия являются основами, являются необходимыми для их жизнедеятельности. Ну и, наконец, бактерии – это болезни ослабленного иммунитета. Как мы знаем, ослабленный человеческий организм зачастую цепляет на себя всякие вирусы и другие вторичные инфекции. То же самое происходит в растении. Чем хуже состояние растения, чем сложнее ему по условиям вегетации, чем больше стрессов оно испытывает, тем сильнее будет развитие бактериозов. Вот три фактора, которые определяют усиленное развитие бактериозов. Откуда, собственно говоря, это все берется? Конечно, ничего не берется из воздуха, из выпадающих осадков. То есть всегда существует какой-то первичный источник инфекции, из которого идет распространение, накопление и дальнейшее распространение патогена. Это относится и к насекомым, это относится и к грибным болезням, и точно так же относится к бактериозам. При этом основной источник распространения бактериозов – это, конечно же, конечно же, зажженные семенные клубни, с помощью которых бактерии разъезжаются по стране, с помощью которых они перемещаются между странами, с помощью которых происходит и развитие, и дальнейшее распространение бактериоза. Но зачастую человек сам создает себе условия для распространения бактериоза. Растительные остатки, падалица картофеля – это все, что мы оставляем в поле, недостаточно хорошо обработав землю, недостаточно удалив эту падалицу с поля, а в течение нескольких лет эта падалица может сохраняться, прорастать и заражать растение. Как она заражает, мы посмотрим на следующем слайде. Но я хочу упомянуть еще об одном источнике инфекции. Иногда, убрав растительность с поля, мы считаем, что мы избавились от проблемы. Но, к сожалению, многие сорняки, особенно это касается сорняков рода посленовых, являются резерваторами, потому что они относятся к тому же виду, что и картофель, и поэтому бактерии в них могут прекрасно сохраняться. Убрав сорняк с поля или растительные остатки с поля и оставив частично его на обочине, мы можем создать источник инфекции как бактериоза, так и фитофтороза и многих других болезней. Поэтому источники инфекции – это то, с чего начинается болезнь. А вот как она распространяется по полю, это уже отдельная история. Ну, во-первых, семенной материал. Мы говорили о семенной материале как о первичном источнике инфекции, но он же является и вторичным источником инфекции. То есть посаженный зараженный клубень становится источником инфекции для молодых клубней. Потому что растения картофеля, бактерии, существуют постоянно на протяжении всего периода, как они туда попали с семенным материалом. То есть по растению бактерия, попадая, допустим, в семенного клубня, прорастающее растение, она сохраняется, пока растение вегетирует. То есть она сначала движется вверх, а потом, когда у нас происходит образование молодых клубней, вот они, бактерия уже движется обратно, в обратную сторону, в молодые клубни, и с новым урожаем сохраняется у нас на протяжении всего сезона хранения. Поэтому семенной материал является и источником инфекции. Разносчиками инфекции по полю в период вегетации могут являться и насекомые вредители. То есть тот же колорадский жук, укусив зараженное растение, перетев на здоровое растение, укусив его на своем кусательном аппарате, может перенести бактериозы и заразить молодое растение. Вода. Как я уже сказала, бактерии любят повышенную влажность. Поэтому вода, особенно если она распространяется, течет по полю, является переносчиком тех же бактерий. Приплывая от растения к растению, проникая в растение через механические повреждения, оставленные теми же насекомыми или какими-то другими способами, бактерии проникают в растение. Но очень важный и очень главный способ распространения бактерий – это, конечно, контактный способ, в котором очень большую роль играет сам человек. Бывали случаи, когда вроде бы закупали хороший семенной материал, высаживали его, проверяли в лаборатории, обнаруживали, что он чистый, и вдруг к концу сезона он оказывается зараженным бактериозом. Почему так происходит? Бактерии очень легко передаются контактам. Поэтому, например, фитопрочистка как метод сдерживания бактериозов лучше для вирусов, но хуже для бактериозов, потому что через поврежденный листик, через повреждение в растении бактерия может передаться на одежде, на руках, на технике и так далее. То есть, допустим, если техника, если трактор у вас проехал по зараженному полю, зацепил больные растения, на этих колесах он переносит бактерии на здоровое поле. То есть, приезжая на оздоровленные посадки, он спокойно их заражает теми же бактериозами. Таким образом, не только внешние факторы, но и сам человек, к сожалению, способствует распространению бактериозов и их большему и большему распространению в большом количестве хозяйств. Ну, давайте подведем итоги. Что же, собственно говоря, у нас нужно для развития распространения бактериозов? Достаточно высокие температуры. Ну, понятно, что картофель при минусовых температурах не выращивается. Влажность воздуха. Все больше картофеля выращивается на поливе, поэтому вопрос влажности становится достаточно актуальным. Ослабленное физиологическое состояние растений. Вот здесь природа зачастую очень и очень способствует этому, вызывая стрессы, засухи, замокания и так далее, как, например, было в 2020 году. Источники заражения. В первую очередь, это, конечно, зараженные семенные клубни, но и растительные остатки, падали, церники, то есть все, в чем бактерия может перезимовать. А там уже все зависит от мягкости или жесткости зимы. Ну и способы распространения. С одной стороны, семенной материал, который мы завозим и сажаем на своих полях. С другой стороны, это, к сожалению, контактный способ, с помощью которого бактерии передаются от растения к растению. Болезни очень опасны. И если в старых российских, советских и так далее учебниках мы видим, что потери от бактериоза могут достигать 20-30%, то, к сожалению, в настоящее время недобор от бактериоза составляет, внимание, вот так, 70-90%. Увы, эта цифра зачастую проявляется в все большем и большем количестве хозяйств. Поэтому искать способы борьбы надо, и как же, собственно говоря, мы должны бороться с бактериозами. Ну, начнем с того, как они себя проявляют. Мы поговорили об их биологии, а теперь давайте поговорим об их внешнем проявлении. Три формы черной ножки картофеля. Во-первых, это всем знакомое загнивание корневой системы. Когда у нас клубень был, допустим, сильно зараженный, бактерии моментально переместились в почве или по сосудам растения, в само растение картофеля, и корневая система просто сгнила. Скажем, неприятный, потому что вызывают выпады растений на поле, но, к счастью, не самая страшная форма проявления бактериоза. Гораздо более неприятной является, когда мы обнаружим загнивание стеблей в период вегетации. Вот обратите внимание, вот загнивание черешков листьев, бактерия на них проявляется, вот оно. Вот, загнивание целого стебля, вот оно. Вот именно это является источником инфекции бактериоза в период вегетации. Именно отсюда бактерии смываются и с поливной водой или с контактом могут переноситься и передаваться здоровым растениям. Ну и вот они, собственно говоря, наши последствия. Наши загнивающие клубни, которые, увы, встречаются как в хранилище, так и, к сожалению, на полках магазинов, на рынках, в подвалах и так далее. А некоторые из этих клубней еще и сохраняются, высаживаются в поле и становятся источником инфекции на следующий сезон. Итак, три формы проявления бактериоза. Загнивание корневой системы. В принципе, неприятная форма, но она зависит от качества семенного материала. Чем надежнее будет проверен семенной материал, тем меньше таких выпадов будет в поле. Загнивание стеблей в период вегетации. Это как бы самая неприятная форма, потому что именно здесь происходит распространение бактерий и распределение их к здоровым растениям. А мягкая или мокрая бактериальная гниль – это, к сожалению, уже результат. Побороться мы можем, только сделав выводы и проанализировав качество семенного материала на следующий сезон. Теперь давайте поговорим о мерах борьбы. Схема меры борьбы с бактериозами не заключается в какой-то одной, в одном защитном мероприятии, да, или в одном приеме, который позволит нам полностью их проконтролировать и убедиться в их отсутствии. Первое. Это все начинается с фитосанитарных мероприятий. Бактерии сохраняются при положительных температурах. Мы себе это помним, правда же? Поэтому фумигация хранилищ – это средство, чтобы не перезаразить семенной материал, который мы привезем с поля. Дезинфекция тары. Особенно, когда это касается палет, это касается ящиков деревянных, на которых бактериозы могут сохраняться годами. Дезинфекция с помощью современных средств, нить содержащих препаратов, с помощью парогенераторов и так далее, отлично помогает справляться с бактериозами и защитить наши посадки. И выбор правильного режима хранения. Бактериозы относятся к тем патогенам, которые продолжают распространяться и после закладки на хранение. И заражать поврежденные клубни могут точно так же. А распространение их и развитие идет при нарушениях режима хранения. То есть чуть увеличилась температура, чуть увеличилась влажность, и тут же пошло распространение бактериозов. Поэтому соблюдение правильного режима хранения – это очень и очень важный, пожалуй, из всех этих трех факторов, который предотвращает появление бактериозов на следующий сезон. Семеноводческие мероприятия. Ну, это, собственно говоря, с чего должно начинаться. Прежде чем посадить картофель, нам надо проанализировать, сколько в нем бактериозов. Поэтому анализ семенного материала и обеспечения здорового посадочного материала. Фитопатологические прочистки в течение сезона, которые позволяют удалить больные растения. Причем, подчеркиваю, удалить не просто растения, не просто выбривать его из почвы, но и удалить почву вокруг клубни семенного. И если образовались молодые клубни. Это то, что позволяет сократить количество больных растений на поле. Озеленение и светозакалка. То есть любые мероприятия, направленные на более быстрое, более эффективное проращивание картофеля, позволяют картофелю раньше включить иммунные механизмы и преодолеть тот самый первый тяжелый для него этап, этап прорастания, когда максимум патогенов атакуют наши красивые беленькие прорастающие росточки, и в том числе бактериозы. То есть это способ ускорить немножко вегетацию картофеля. Уборка клубней с твердой кожурой. Как я уже сказала на предыдущем слайде, заражение бактериозами происходит через механические повреждения. Чем лучше будет сформирована кожура, чем она будет крепче, чем меньше на ней будет механики, тем меньше вероятность перезаражения клубней. Как во время уборки, когда клубни идут по ленте, как во время, например, сортировки, когда тоже клубни соприкасаются друг с другом, так и во время хранения, когда один пораженный клубень при нарушении режимов может создать очаг для заражения большого количества клубней и, соответственно, вызывания загнивания в хрань лище. Ну и вот еще один момент, который у нас многие производители используют, попытка сдержать распространение бактериозов в поле. К сожалению, среди фунгицидов на бактерии не действует ничто, потому что нужны бактерициды, а их, в общем-то, нет. Поэтому контактные какие-то продукты, в том числе медь, которая обладает хорошими дезинфицирующими, подсушивающими свойствами, является тем самым, скажем, защитным скафандром, какой-то защитной маской, которая позволит бактериозам с пораженных вот этих ослезненных стеблей не попасть в почву, не попасть в воду текущую по полю и не распространиться на здоровые растения. В то же время на здоровых растениях обработка меди содержащими фунгицидами мы создаем так называемый такой защитный слой, то есть если даже бактериоз попадает, то бактериальная клетка при соприкосновении с медью погибает и растение у нас не заражается. Поэтому обработка меди содержащими фунгицидами это тоже хороший прием, позволяющий именно сдерживать распространение бактериозов в поле. Еще один элемент, который мы вроде как сознательно пропустили, но тем не менее, поскольку он является завершающим в вегетации картофеля, то диссикация – это элемент, который не только позволяет нам осуществить предуборочное уничтожение ботвы, но и вместе с этой ботвой он позволяет нам снизить количество бактериозов, которые могли бы сохраниться в растительных остатках, могли бы попасть на поврежденные клубни, поэтому диссикация – это процесс, который также позволяет снизить зараженность бактериозами и перезаражение клубней. То есть целый комплекс, но тем не менее, только используя фитосанитарные, агротехнические и семеноводческие мероприятия, мы действительно сможем сдержать развитие бактериозов. Ну и давайте несколько слов поговорим о том, с чего мы начинали – антракноз картофеля. Что это за болезнь, почему ей уделяется такое большое внимание, и как она, собственно говоря, почему она у нас связана вдруг с бактериозами. Антракноз картофеля – это грибное заболевание, вызываемое грибом калитотрихум кокоидос. Распространение болезни получило достаточно широкое, но известно, она стала не сейчас. Исследования датируются, в общем-то, еще 60-ми годами прошлого века. Достаточно активно исследования этой болезни проводились в 80-х годах, и, в общем-то, вроде бы мы про нее знали все, но почему именно сейчас эта болезнь получает такое огромное распространение и развитие. Источниками инфекции в первую очередь, конечно, является почва, то есть это реально источник инфекции номер один. Но в последнее время больные посадочные клубни у нас путешествуют из одного региона в другой, вызывая вспышки болезней то в одном, то в другом регионе, и, заражая почву, уже, к сожалению, практически безвозвратно, без возможности удалить его из почвы снова. Почему болезнь получила такое широкое распространение? По своим симптомам на семенных клубнях антракноз очень похож на проявление серебристой парши. Парша серебристая не является у нас каким-то карантинным объектом, то есть по ГОСТу регулируются только совсем уж больные посадочные клубни с потерей тургора. А пятнышки антракноза очень похожи. Но в отличие от серебристой парши, к сожалению, этот патоген очень легко поселяется на ослабленных растениях и при сильном своем развитии может вызвать очень значительные потери урожая. По условиям развития патоген развивается в годы с сухим и жарким летом, но практика показывает, что это не так, потому что распространение и встречаемость этого патогена мы наблюдаем от Дальнего Востока, который как раз, в общем-то, частично только подходит под это определение, потому что лето там, конечно, жаркое, но отнюдь не сухое, до северо-западных регионов, то есть Ленинградской области, Карелии, Новгородской, Вологодской и так далее. То есть достаточно северных областей, которые не характеризуются, ну никак не характеризуются, сухим и жарким летом. А болезнь мы видим в этих регионах также. Почему это происходит? Патоген, в общем-то, приспосабливается, все патогены приспосабливаются к условиям выращивания картофеля и называется «Хочешь жить?» Вот, поворачивайся. Антракноз картофеля, вот если мы посмотрим на меры борьбы агротехнические, да, соблюдение севооборота, то есть он не на каждом, в принципе, видов антракноза много, но именно кретотрихумкокоиды сможет существовать далеко не на каждой культуре. И богатая органикой почва с большим количеством полезных микроорганизмов, вроде триходерма и так далее, сама супрессирует, сама подавляет развитие антракноза. Но, к сожалению, из-за отсутствия севооборота, вот, собственно, первый пункт наш, вот, у нас почвы достаточно обеднены, и гриб занимает то место, которое могли бы, в общем-то, занимать полезные микроорганизмы. Поэтому распространение он получил достаточно широкое. Вот, ну, плюс 3-4 года, мало кто у нас, к сожалению, способен соблюдать подобный севооборот, вот, поэтому и болезнь тоже продолжает существовать и заражать посадки картофеля. То есть меры борьбы, в общем, агротехнически как-то похожи на меры борьбы с бактериозами. Но, тем не менее, антракноз – это гриб, калитотрихум – это гриб. Поэтому он распространяется мицелием и имеет абсолютно другую физиологию, нежели бактериальные организмы. Поэтому с ним можно бороться с помощью фунгицидов. Главное – подобрать правильный фунгицид, потому что у каждого фунгицида есть свой спектр действия. На одни грибы он действует, на другие – нет. На какие-то действует группа стробилуринов, на другие действуют триазолы и так далее. Антракноз картофеля, в принципе, поддается лечению. Проблема в том, что заражение происходит во второй половине вегетации. И заражение происходит в прикорневом слое картофеля. Куда фунгициду при обработке по вегетации попасть достаточно сложно. Но имеются фунгициды с достаточно длительным периодом действия. Это квадрис. И это фунгицид юниформ, которые по своему составу имеют действующее вещество, способное подавлять антракноз и сдерживать его развитие именно на этапе заражения. Не когда он уже проявился, когда мы там обрабатываем по пятнышкам, по вегетации, а именно на этапе заражения. У азоксистрабиновых составе срок действия до 70 дней. И именно в период заражения, а это происходит где-то в конце бутонизации, в начале цветения, препарат уже находится в растении, поступая в него из почвы, внесенной при обработке, и тем самым просто предотвращает заражение. И вот тут начинается вопрос. Я вначале не зря показала два очень похожих симптома заражения, поэтому вопрос. Выезжаем на поля, смотрим, нам говорят, это бактериоз, от него защиты химической нет. Но мы видим, что это антракноз. И в принципе можно было побороться. Или наоборот, ситуация другая, производитель лил-лил препарат, препарат не помогает. Почему? Потому что он пытался бороться с антракнозом, а по факту это были бактериальные болезни, для которых нужны были совершенно другие меры защиты. Давайте все-таки посмотрим, как эти растения отличаются в поле, как нам отличить их друг от друга и, соответственно, подобрать меры защиты. Вот, напоминаю, картиночки наши, это у нас антракноз. Обратите внимание, вот здесь вот отдельные точечки, да, то есть вот они. Это склеродсии гриба. При их большом количестве, вот в верхней части мы видим, здесь они у нас слились, они у нас стали как бы сплошным черным пятном. Но, тем не менее, это пятно состоит из отдельных точек. А вот повреждения бактериозами, то есть это просто некротизированная ткань самого стебля. Она гладенькая, мы не видим никаких точечек отдельных, мы видим просто некротизированную ткань, то есть просто почерневшая. Соответственно, это бактериальная болезнь. Давайте посмотрим, как же все-таки различаются симптомы болезней в разные этапы развития растений. Ну, давайте смотреть. Если бактериоз, это болезнь, которая, как мы видели, имеет три формы проявлений и проявляется от момента всходов до момента увядания, просто формы проявлений немножко разные, то проявление антракноза мы чаще всего видим на завершающих этапах вегетации. То есть это болезнь ослабленных растений. Заражает он действительно в период конца бутонизации, начала цветения, но проявление мы видим тогда, когда растение начинает максимально испытывать стресс, то есть цветение и позже. Растение начинает отдавать питательные вещества в клубни, его основная цель сохранить клубни нового урожая, и поэтому, скажем, надземной части уделяется уже гораздо меньше внимания. И вот тут-то проявляются патогены, антракноз один из них. Проявление на стеблях бактериозов мы видим вот в виде вот такой ослезненной ткани. Черные пятна, слизистые, в середине стебля, потому что бактерия, как вы видели, поднимается сначала вверх по стеблю, здесь она накапливается, развивается, а потом она уже пойдет вниз в материнские клубни. Антракноз – это почвенная болезнь, он начинает распространяться по почве, он не ходит по сосудам растений, поэтому все первые симптомы мы видим вот здесь, при почвенном слое. Болезнь в виде мицелия начинает расти вверх по растению и губить корневую систему. Второй момент – массовое развитие болезни. На бактериозах, мы эту фотографию уже посмотрели, надо обратить внимание еще раз, ослезнение черешков листьев, ослезнение стеблей, то есть это проявление бактериозов, когда она выходит наружу и может распространяться уже к здоровым растениям вместе с капельками воды в виде клеток. Антракноз в своей сильной степени проявления формирует склероции, которые являются органом сохранения его в зимних условиях. То есть вот видим, да, абсолютно высохший стебель, то есть на нем уже ничего живого нет, и на нем сидят вот эти черные точки склероции антракноза, с помощью которых он перезимует и на следующий год будет заражать молодые растения. Вот основные различия. При бактериозе растение ослезняется, при крайней степени развития антракноза растение усыхает. Антракноз при этом может поселиться на растениях, погибших от других болезней, от того же бактериоза. Это сапрофит, он питается, в принципе, растительными остатками. Он может поселиться и дать точно такие же склероции. Но бактериоз на антракнозных растениях поселиться уже не может. Если мы рассмотрим вот эти вот засохшие уже поврежденные стебли под микроскопом, вот тут мы можем увидеть разницу. Потому что, если дело касается бактериоза, как мы выяснили, это просто отмершая ткань самого стебля. Поэтому мы видим просто вот такую вот картину, просто почерневший стебель, просто как бы ткани самого растения. При антракнозе мы видим вот эти вот отдельные точки. Вот они, склероции, склероции, которые, в принципе, при их большом количестве могут сливаться вот как на вот этом рисунке, да, вот такой вот, вот она, сплошная черная ткань. Но антракноз может поселяться и на погибшем от бактериоза растении. Поэтому рядом вот это вот у нас, это у нас то, что черная ткань, которая погибла от бактериоза. Поэтому различаем. Если просто гладкая поверхность, это был бактериоз. Если видны отдельные точки, это антракноз. И если черные точки на черном же фоне, значит, антракноз поселился как вторичная инфекция просто на отмершем от бактериоза растения. Гораздо более четкой возможностью различия бактериоза является вот именно их физиология. Как я уже сказала, бактерии – это одноклеточные организмы, которые перемещаются внутри растения по сосудам. Антракноз – это гриб, который распространяется с помощью роста мицелия. Поэтому он не умеет ходить по сосудам. Поэтому бактериозы, бактерии при накоплении большого количества клеток постепенно эти сосуды забивают. И то, что мы видим в конце, ослезнившие все растения, это уже, в общем-то, мертвый материал. Но самым характерным признаком является именно физиология распространения самого патогена. Как я уже говорила, бактерии – это одноклеточные организмы, которые легко распространяются по сосудам растений. И при их накоплении в большом количестве они эти сосуды забивают. Забитые сосуды начинаются просто гниение растений. Поэтому в конце мы, конечно, видим вот ту картинку, когда у нас уже стебель полностью сгнил. И все. И у нас жизни в нем нет. Но вначале, вот посмотрите сюда, вот эти сосудики, вот они, они чуть-чуть коричневые. То есть и вся сосудистая система, вот она по кругу, вот она коричневая. То есть происходит накопление бактериоза. Дальше бактериозики накопились, и у нас вот уже гораздо более выраженное вот это вот поражение, то есть четко коричневая стебель. Ну и дальше происходит, в общем-то, загнивание стебля. Антракноз – это гриб, который распространяется нецелем, не перемещаясь внутри сосудов растения. Поэтому вот таких забитых клеток мы не увидим никогда. Срез всегда на стебле надо делать выше точки вот этого вот проявления ослезнения самого бактериоза. Еще один орган, так сказать, растений, на котором тоже очень четко видно различия между этими болезнями – это корневая система. И обратите внимание, здесь у нас не две фотографии, а три. Потому что здесь путаница начинается еще и с одной болезнью – резоктаниоза. Про резоктаниоз мы поговорим отдельно, в другой раз. А сейчас давайте четко разберемся, какая болезнь вызывает какие симптомы. Начнем с резоктонии, поскольку это классическая болезнь, и, к сожалению, путаница здесь не должна быть. Резоктаниоз – это грибная болезнь, которая поражает корни и эсталоны в виде вот таких четко оконтуренных коричневых пятен. Вот они на корнях, на эсталончиках. Вот тут у нас видно пятно, которое вызывает отмирание сталонов, уменьшение их количества и, в конце концов, снижение продуктивности клубней. Бактериоз на корнях проявляется только в начале вегетации. После этого корневая система для него становится, грубо говоря, невкусной. То есть у растений отрастают более вкусные части, проростки, потом молодые клубни, и бактериозу приятнее питаться там. Поэтому при сильном заражении, при большом количестве инфекций в семенном клубне, мы видим вот такую вот типичную картину, то есть черная ножка. То, что, как болезнь называется, погибшая корневая система. Если растение успело вырасти, корневая система не погибла, потом мы увидим проявление только на клубнях или на стеблях. Антракноз – это болезнь, которая действует, скажем, тотальным способом, уничтожая все на своем пути. Поэтому в момент заражения антракноз начинает расти по растению вверх и вниз. Если вверх мы видели, что это такое, это засохшие отмерзшие стебли, то вниз – это точно такая же, обратите внимание, засохшая корневая система, солома. Вот они склероции, вот они черные. Они формируются и на стеблях, и на корневой системе. Это просто способ перезимовки патогена. Поэтому вот такая высохшая корневая система – это четкий признак антракноза. Обратите внимание, при резоктаниозе корневые волоски все беленькие. При бактериозе основной корень погиб, но те корни, которые успели отрасти, вот они, корневые волоски беленькие. И только при антракнозе корневая система превращается в реальную солому, в худшем ее проявлении. Поэтому, пожалуйста, не путайте эти болезни, различайте их, и выбирайте соответствующие меры борьбы. Если это резоктаниоз, значит, нужен хороший протравитель. Если это антракноз, можно, в принципе, либо севооборотом и агротехническими способами побороться, либо использовать препараты квадриса и униформ. Если это бактериоз, то тут нужен целый комплекс мер, начиная с анализа семенного материала и продолжая с агротехническими приемами в период вегетации, фитопрочистка растений, поддержание иммунного состояния растений, и обработками и содержащими фунгицидами, и забота о том, чтобы урожай не был поврежденным и бактерии не распространялись во время транспортировки и переборки. Ну, по поводу антракноза я уже, в общем, частично упомянула, но всегда хочется увидеть факты, возможно ли действительно контроль, потому что это как бы теоретические знания. Ну, вот одна из лучших книг по определению болезни картофеля, это канадский сборник болезни картофеля с подробными описаниями, и здесь мы видим вот такую четкую фразу, что именно почвенный калитотрихом кокоиды с почвопроисходящей, скажем, антракноз хорошо контролируется с помощью применения азоксистробина, то есть действительно просто предотвращая заражение. Есть и другие меры борьбы, то есть то же самое, что я вам говорила, то есть повышение супрессивности, повышение богатства почвы, развитие в ней полезных микроорганизмов типа триходермы, улучшение структуры почвы тоже позволяет снизить количество антракноза в почве и обезопасить ваши растения. При сильном развитии болезни, в принципе, любая болезнь отъедает от растения достаточно большую долю урожая, и антракноз в этом плане не исключение. По бактериозам мы цифры увидели, а сейчас на фото вы видите, насколько сильно антракноз и поражение фитофторозом и другими вторичными болезнями может уснизить наш урожай и, в общем-то, практически полностью его уничтожить. Но правильное внесение препаратов, правильный подбор действительно снижают пораженность антракнозом на значительное количество процентов. Еще с времен моей работы во вне фитопатологии, а это больше 20 лет назад, каждый год мы испытывали препараты, в том числе на их эффективность против антракноза. Каждый год эти значения были немножко разные. То есть в контроле в зависимости от года это могло быть и 29%, как в этом случае, могло быть и 40%, и 50%. Чем хуже было растением, тем сильнее было поражение. Ну и плюс годами количество болезней в почве накапливало. Но каждый год препараты, сначала квадрис, а теперь юниформ, достаточно эффективно в данном случае во много-много раз снижали пораженность антракнозом и позволяли сохранить здоровый урожай. Посмотрите еще раз на это фото, насколько эффективно юниформ позволяет вам сохранять урожай картофеля, потому что это правильный продобранный препарат против правильно диагностированной болезни. Поэтому я желаю, чтобы у вас все болезни были определены правильно и меры были подобраны соответственно. До новых встреч! С вами была Светлана Спеглазова, технический эксперт компании «Сингента» по картофелю и овощным культурам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok